На встрече Большой Двадцатки в Китае Нурсултан Азарбаев предложил создать Совет Глобального Развития ООН. Эта структура могла бы стать глобальным экономическим регулятором. Об инициативах президента Казахстана и вопросах, которые обсуждались в первый день саммита репортажа Айгуля Диловой. По сути, G20 в Китае это не только многообещающе, но и символично. Одна из крупнейших экономик мира призывает подтянуть все силы. Этот саммит рекордный по количеству участников. Сюда приглашен Лаос, нынешний председатель АСИАН, республика ЧАД, главная в Африканском Союзе. Таким образом, Китай дает миру четко понять, деятельность Большой Двадцатки касается не только самой Двадцатки. Тем более, что она это 90% мирового ВВП. И вот лидеры 20 государств, от которых зависит всемирный расклад. Барак Обама о чем-то настойчиво говорит си Цзиньпином. Особенно тепло встречает китайский лидер ГОСТЯ саммита Нурсултана Назарбаева. Остальное все по протоколу. Рукопожатие и дипломатическое приветствие. Но дамы отправил отступает, выделяясь из солидной толпы. Если Тереза Мэй ярко-оранжевым костюмом, то Ангела Меркель затяжным разговором. Канцлер Германии едва не опоздала на совместный снимок, долго не отпуская от себя главу КНР. До того, как дойти до главного заседания саммита, лидеры государств могли обсудить не один вопрос. Вот хозяин форума выбрал собеседника российского лидера. Реджеп Таип Эрдоган не отходит от Нурсултана Назарбаева, что-то долго и старательно с ним обсуждая. Это позже станет известно, говорили президенты о ситуации на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Глава государства подчеркнул необходимость объединения усилий и четкой координации действий мира в борьбе с глобальным терроризмом. И вот складывается весьма впечатляющая картина. Эскалатор весом едва ли не весь мир, от тяжести которого не всегда выдерживает политическая плоскость мира. Потому он и разделен. Саммит еще не успел начаться, как США и Великобритания делают громкие заявления в вопросе украинского кризиса. Но Султан Назарбаев, которого очень ждали на саммите в Китае, республика единственный приглашенный гость из всей Центральной Азии, ворачивает всех в сегодняшние реалии. Нынешний саммит G20 собирается в очень сложное время, полное надежд. Снижается темка роста мировой экономики, торговли, движения капитала. Это отражается сегодня на благосостоянии миллионов людей на всей земле. Беспокоит формирование новых трансконтинентальных торгово-инвестиционных объединений, которые могут привести к снижению роли ВТО и фрагментации мировой экономики. Эти процессы могут быть началом нового этапа борьбы за сферой влияния на мировых рынках и конфронтации. Путь, по которому пойдет глобальное развитие, во многом зависит от слаженности действий всего мирового сообщества. Саммит в Ханчжоу призван выработать механизм, который поможет перейти от реагирования на кризис к долгосрочному управлению. Здесь Китай настаивает на внедрении инноваций и напоминает о мощном потенциале цифровой экономики. Но раз старые методы не помогают, пора пробовать новые. Но без взаимосвязи между странами вряд ли удастся добиться успехов. Сегодня основными задачами G20 должны стать макроэкономическая координация стран-участников форума для продвижения стабильного роста, предотвращения или снижения негативных последствий от мирового финансового кризиса и внесения вклада в общее развитие глобальной экономики. Приоритеты сегодня – это улучшение модели экономического роста. Мы должны усовершенствовать финансовое управление, акцентировать внимание на продвижении международной торговли и инвестиций. Важная роль – это инновации. И только при слаженных действиях возможно взаимосвязанное развитие. Президент Казахстана полностью поддерживает позицию Китая – делать ставку на новую индустриальную революцию и инновации. И подчеркивает, реализация этой задачи возможна только на принципах инклюзивности. Другой вопрос, что регулирование экономики сегодня не совсем эффективно. Нурсултан Азербайя предлагает новую модель управления, которую может осуществить единая глобальная организация. Такую структуру можно создать путем преобразования экономического и социального совета ООН в совет глобального развития. На него должны быть возложены функции глобального экономического регулятора. Координации монетарной и физикальной политик, структурные реформы абсолютно необходимы, но недостаточны для обеспечения стабильности в долгосрочной перспективе. Необходимо выработать более существенные предложения по стабилизации обменных курсов во всем мире, включая развивающиеся страны. Нынешний форум, помимо всего прочего, демонстрирует смещение центра силы на восток. Об этом говорят эксперты. Китай задает темпы повесткой дня. Строительство здоровой, инклюзивной, взаимосвязанной мировой экономики. Новые правила и новые инструменты. И Казахстан в этом играет особую роль. Сегодня впервые одним из компонентов G20 является развитие инфраструктуры, противостояние бедности с помощью нового инструмента, нового шелкового пути. Шелковый путь будет проходить от Ханчжоу до Гамбурга, Германии, где пройдет следующий саммит G20. Казахстан, находящийся в самом центре этого пути, является глобальным хабом, который будет взаимосвязан и принесет пользу всему миру. О важности транзитных путей и международной торговле Нурсултан Назарбаев говорил и на встрече с основателем крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джека Ма. Эта компания, которая сделала серьезную заявку оказаться в пятерке крупнейших интернет-компаний мира, готова войти на казахстанский рынок. Политическая фрагментация мира. Там Европейский Союз, здесь Транс-Океан, здесь Транс-Атлантика, здесь ШОС, закрываются границы, санкции. А ваша компания проходит через все границы и торгует все. Торгует основу стабильности. С точки зрения ВВП нашей компании мы на 20 месте во всем мире. И сегодня нашей главной задачей стоит содействие молодежи и поддержка малого и среднего бизнеса. Использование интернет-технологий для того, чтобы вести международную торговлю по всему миру. Нурсултан Назарбаев на полях саммита смог не только донести до мира новые предложения для роста мировой экономики, но и провести ряд других продуктивных встреч. За закрытыми дверями глава государства встретился с президентом Соединенных Штатов Америки. Они обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия. Вопросы сотрудничества затронуты и в беседе с премьер-министром Великобритании и Канады. С главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Нурсултан Назарбаев затронул перспективы политических и торгово-экономических связей между Казахстаном и Европейским Союзом. Состоялась беседа и с генеральным секретарем ООН Пан Гимуном. Глава государства отметил плодотворное сотрудничество между нашей страной и ООН и подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает все ее глобальные инициативы и проекты. Кроме этого, Нурсултан Назарбаев встретился и затронул важные для страны вопросы с президентом Аргентины, канцлером Германии, лидерами Японии, Кореи, Бразилии и Индии. Только взаимосвязь и слаженные совместные усилия могут сдвинуть даже, казалось бы, самый неподъемный груз. Саммит G20 можно смело назвать мировой глобальной площадкой. Это не клуб для дискуссии. Это объединение для выработки конкретных решений, от которых зависит картина всего мира. Момент, когда он, мир, нуждается в вакцине от неотступающей эпидемии. Айгуль Адилова, Жумагали Бергибаев, Руслан Жакеев, Хасину Маркулов, Алмасу Маргалеев. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабарк 24, Анжоу.